Да, новости продолжают эфир канала Хабара 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Начнем выпуск с ситуации в Экибастузе, где без отопления остаются более 20 многоэтажек и ряд частных домов. Работы по ликвидации аварий на теплосетях продолжаются. В городе разворачивают пункты обогрева. На месте работают и наши корреспонденты. Акмарал Исимханова готова выйти сейчас в прямой эфир. Акмарал, здравствуйте. Что удалось узнать к этому часу? Какая обстановка сейчас в городе? Здравствуйте, коллеги. Мы сейчас находимся в городе Экибастузе. Как известно, 27 числа здесь произошла крупная коммунальная авария из-за серийных повреждений на теплосетях. Сейчас по сей день остаются 25 многоквартирных домов. Мы сегодня до начала прямого эфира объехали несколько домов, которые находятся в центральной улице Экибастуза. Это по Сатпаево. По сей день возле домов обнаруживаются новые повреждения. То есть, по словам людей, которые здесь работают, и рабочих, и жителей, которые не остались в стороне и помогают рабочим, они говорят, что хотели дом подключить в кеплотрассе, но, получается, трубы замерзшие, из-за этого они были повреждены. И весь двор в воде получается, в горячей воде. Но настроение жителей не осталось в стороне и тоже помогает ремонтам бригадам, которых сейчас в Экибастузе около 25. Это 150 рабочих. И в том числе утром еще группа квалифицированных кадров прибыли из Караганды, Астаны и Петропавловска. Вот, по последней информации, оперативному штабу сейчас находятся 25 домов, как я говорила, без тепла. То есть, этим людям, которым нужна была помощь, волонтеры до этого отвозили горячее питание и раздали приборы для тепла. Обогреватели раздали. И в том числе еще находится без тепла один социальный объект и один административный. То есть, ситуация с утра здесь не меняется. Наоборот, утром было темнадцатого этажа, которые были без тепла, а сейчас их стало чуть больше. Через несколько часов оперативный штаб обещали информацию свежую, обновить, что она сейчас уже была сделана. Какая будет информация, мы постараемся держать все в курсе. Коллеги. Спасибо большое. Акмурала Симхановна была с нами на прямой связи из Экибастуза, где до сих пор устраняют последствия аварии на теплосетях. Итак, в Экибастузе разворачиваются, напомню, пункты обогрева с горячим питанием и местами отдыха. Их адреса вы сейчас увидите на экране. Запущена и горячая линия, куда можно обратиться за помощью Акимобласти. Абухаир Скаков пообещал возместить ущерб всем пострадавшим от возможных порывов. Для этого необходимо написать заявление с указанием личных данных и адреса фактического проживания. Обращения принимаются ежедневно с 9 до 18.30. Сегодня утром стало известно об еще одной аварии на ТЭЦ. Теперь в Жасказгане уже второй день батареи в квартирах граждан греют не на полную мощность. Как выяснилось, тепло в квартиры подают на 10 градусов ниже нормы. И вновь причина в неисправности оборудования. Вышел из строя сначала один котлоагрегат. Его заменили резервным, который вскоре тоже сломался. Сейчас из пяти котлов на местной ТЭЦ работают лишь три. 27 числа котлоагрегат номер 5 аварийно был выведен из строя. Который в настоящее время находится в ремонте. Сегодня ночью в 0,2 часов 10 минут котлоагрегат номер 6 выведена аварийно в ремонт. Таким образом, как я говорил ранее, в работе находятся три котла. Работы по аварийным котлам номер 5, номер 6 продолжаются. Планируем до конца рабочего дня котел номер 5 ввести в работу. И затем котел номер 6 по планам введения в работу до конца рабочего дня завтра. В Уральске с начала года произошло полсотни аварийных случаев на канализационных коллекторах. Очередная авария на одной из центральных улиц города стала причиной неудобств для горожан. Изменилось движение сразу на девяти автобусных маршрутах. Альбина Кумар-Галиева знает подробности. Отключение воды стали нормой для жителей Уральска. Практически каждую неделю то один, то другой микрорайоны остаются без воды. Очередная авария на канализационном коллекторе произошла по улице Абулхайрхана. Здесь работникам водоканала пришлось вскрывать небольшой отрезок асфальта, который, к слову, был выложен в этом году. Ночью не было воды. В нашем районе в этом году вообще часто нет воды. И летом долгое время не было воды. И так без конца, через каждые две недели. Бывает так вот постоянно. В зоне зарыли, а обратно что-нибудь прорывает. Сегодня ночью не было, а утром дали. Летом было, да, месяц два назад тоже. Вроде асфальт закатали, все. Бах, у них что-то там прорвало. Авария на канализационном коллекторе подтопила подвалы трех многоэтажных домов. Сейчас здесь ведется работа по откачке воды. Данный трубопровод эксплуатируется больше 50 лет и уже физически изношен, говорят коммунальщики. Сейчас наша техника, экскаватор не позволяет на такой глубине работать. Свыше 7 метров глубина, плюс еще коммуникация мешает. Сейчас дополнительное согласование, вызвали соответствующие службы. Надо убирать кабеля, спецсвязь, светофорный объект стоит. После этого завтра с утра будем большой экскаватор ставить. Общая протяженность канализационных сетей в Уральске 377 километров, из которых 60% изношены. По словам местных властей, планируется реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. Согласно комплексным плану, у нас порядка на 40 миллиардов работы предусматривают на три года. Это поэтапность. Комплексный план развития включен те работы, которые по магистральным сетям. Это кондиционные социальные станции, коллекторы, повысительные социальные станции. К слову, проектно-сметная документация уже разработана, говорят специалисты. Реконструкцию сети обещают начать уже в начале следующего года. Альбина Кумаргалеева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Уральск. 86 акимов разного уровня оштрафовали на 7 миллионов тенге. Сотрудников исполнительных органов привлекли к ответственности за уклонение от работы по ликвидации свалок. Всего с начала года выявили более 5000 несанкционированных свалок. Не спешат наводить порядок Акимата, Актюбинской, Абайской и Улытаусской областей, у которых часто самые низкие показатели. На данный момент большинство свалок ликвидировали. В министерстве напоминают жителям, что штрафы за экологические нарушения увеличили до 50 мрп. Компании, контролирующие парковку в Алматы, переданы в собственности Кемата. Агентство по финмониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении руководства Алан Паркинг и Алматы спецтехпаркинг-сервис. По факту хищения почти 500 миллионов тенге. Дело передано в суд. Главный же фигурант Мурат Буранбаев находится в международном розыске. Главный фигурант и организатор преступления Мурат Буранбаев объявлен в международный розыск. Департамент МФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняты мерой по возврату в коммунальную собственность Кемата города Алматы 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг-сервис» и 100% доли ТОО «Алан Паркинг». Свыше 15 миллиардов тенге ущерба нанесли казахстанцам мошенники с начала года. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью. Со слов Жандуса Суинбая, онлайн-торговля по-прежнему остается самым распространенным способом обмана людей. Только за полгода в стране зарегистрировали больше 6000 таких преступлений. Он отметил, что в целях противодействия интернет-мошенничеству сотрудники МВД проводят профилактическую работу. В ведомстве подписали меморандум с операторами связи для блокировки спам-звонков. На сегодняшний день информационные технологии крепко вошли в жизнь каждого человека. К сожалению, участились и случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. С начала года зарегистрировано свыше 18 тысяч преступлений, при этом несколько ниже прошлогоднего показателя. Прошлогодний показатель у нас составлял свыше 19 тысяч. Это на 4,6% ниже. Ведущий французский университет откроет свое представительство в Казахстане. Более того, большие перспективы означат новые инвестиции, следом и производства сулят в сферах атомной энергетики, машиностроения, здравоохранения Казахстанско-Французскому Союзу. Впрочем, обо всем по порядку, как встречают нашего президента в Париже и какие уже есть результаты визита, расскажет Динара Женбатырова. Первому официальному визиту Касымжу Марта Токаева придают большое значение. О Крепком Союзе Астаны и Парижа пишут в местных изданиях и обсуждают на телевидении. Много во Франции экспертов, которые каждый вечер в телевидении комментируют, сейчас уже более пристально смотрят на все эти собрания, как, например, в Ереване смотрят и видят, как позиция Казахстана, она очень логична и тверда. И я думаю, что люди, они уже начинают понять, что Центральная Азия – это важная часть Евразии. Я думаю, что в связи с прибытием вашего президента в Париж – это не просто так. Отношения двух стран переживают сегодня настоящий ренессанс. На дипломатическом языке – глобальное партнерство. Потому как визит казахстанского лидера – это и о сотрудничестве Европейского Союза и Центральной Азии. Только представьте, 90% торгового оборота с региона приходится именно на Казахстан. Официальная церемония в Елисейском дворце под звуки французского военного оркестра. Настрой на переговоры читается в жестах. Встреча двух лидеров за закрытыми дверями. Официально телеграм-канал Аккорды выдает цифры по товарообороту, экспорту, импорту, инвестиций. Кстати, последние растут в геометрической прогрессии. На сегодня в нашей стране работают 170 французских компаний. Теперь задача не в количестве, а в качестве Союза. С компанией Рено идет обсуждение переговорных процессов производства литийных батарей в Казахстане. Очень большой интерес проявляет компания. Эти вопросы находятся сейчас в стадии обсуждения. А также такие компании, как Шнайдер Электрик, это тоже лидеры обеспечения бесперебойного электроснабжения, безопасность, соблюдение безопасности на крупных промышленных энергетических объектах. Помимо запасов лития, богаты казахстанские земли и ураном. К слову, такие недра давно привлекательны для передовой атомной промышленности Франции. Местные бизнесмены советуют такое преимущество. Сделают страну, а значит и народ Казахстана богаче. Главное правильно использовать. Насколько я знаю, Казахстан будет включен в программу атомной энергетики. Я француз, я живу в стране, где есть 19 атомных электростанций, 58 ядерных реакторов. Мы живем рядом с этими станциями, они безопасны, они хорошо работают, они обеспечивают нам стабильно низкие выбросы. Я верю, что это часть энергетического микса будущего. Углублять сотрудничество в планах по линии образования. Французские методики обучения перенимают во всем мире. Уже порядка 8 лет в этом направлении сотрудничает и Казахстан. Успешно работает совместная программа Абайверн. Получить гранты на обучение в ведущих европейских вузах могут сотни студентов, а филиалы некоторых из них вскоре появятся и у нас. Которое подразумевает открытие большого представительства политехнического университета ЭКОЛь Политехник в Казахстане. Вы знаете, глава государства дал поручение открывать филиалы ведущих зарубежных университетов в Казахстане. Уже успешно функционирует университет Аризонный на базе Северо-Казахстанского государственного университета. Открыты филиалы двух ведущих технических российских университетов. Но нам не хватает ведущих европейских технологических университетов, поэтому это очень большое достижение. В целом же только по линии образования совместно с местными вузами подписаны порядка 20 соглашений. На стадии переговоров еще несколько десятков документов. Это и в энергетике, аэрокосмической сфере, тяжелом машиностроении и здравоохранении. В Париже непредсказуемо можно назвать, пожалуй, только погоду. Буквально только что шел дождь, а вот уже разошлись тучи и светит солнышко. В остальном же французы очень стабильны, прагматичны и надежны. Они любят все планировать до деталей и сами же следуют своему же плану. Об этом говорят 30 лет крепкого сотрудничества между Астаной и Парижем. Поэтому сегодняшние переговоры, да и в целом официальный визит легким и простым назвать сложно. Но можно быть уверенным, что все, о чем сегодня договорились, будет исполнено на 100%. И никакие геополитические конфликты или пандемия этому не помешают. Динар Жампатырова, Айдос Медельбеков, Бахатбек Нуртаев, Париж, Франция. Первый визит Космужу Марта Тукаева в Париж в качестве президента Казахстана вызвал большой интерес французских экспертов. Франция состоит в стратегических партнерских отношениях с нашей страной с 2008 года. Значит, имеет тесные экономические связи, поэтому главным образом экспертные ожидания связаны с их укреплением. Планируется, что будет подписан солидный пул новых франко-казахстанских проектов, но гораздо большее внимание специалистов и прессы привлекает политическое содержание встречи Космужу Марта Тукаева и Эммануэля Макрона в условиях нынешней геополитической повестки. Политолог Микаэль Аль-Левистон называет встречу президентов встречей двух мультивекторных стран. Я думаю, что со стороны президента Казахстана есть дипломатический интерес к сближению с Францией, так как это одна из редких в западном мире стран, которая держит связь со всеми сторонами конфликта в Украине. То есть, по факту, это встреча двух мультивекторных стран. Я думаю, что эта встреча может также помочь казахстанской дипломатии вернуть себе привычную роль дипломатического посланника в данном регионе. Роль, которая превосходно исполнялась Казахстаном, начиная с 1991 года. История знает немало таких примеров. Это и напряжение между Россией и Турцией в 2015-16 годах, а также знаменитый Астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса, где Казахстан выступает площадкой и посредником для мира. Общественные слушания проектов неправительственных организаций прошли в Кустанай. Мероприятие это уже стало традиционным. В таком формате кустанайские общественники подводят итоги своей работы за год. Также были выбраны топ-10 НПО, которые показали лучшие результаты. Артем Грапов расскажет. Сегодня в Кустанайской области официально зарегистрировано около тысячи неправительственных организаций. Работают они в разных сферах. За последние два года появились еще 24 НПО. Они открыли новые направления. Если мы раньше говорили о том, что люди с инвалидностью, да, и были НПО, городское общество инвалидов и так далее, то сегодня даже внутри этой отрасли происходит специализация НПО. Если мы говорим дети с инвалидностью, то сейчас у нас уже отдельно есть НПО, которые занимаются аутизмом. То есть вот именно узконаправленность НПО позволяет решать более глобальные масштабные проблемы для какой-то конкретной целевой группы. Слушание проектов, реализованных при поддержке Управления общественного развития, мероприятие ежегодное и уже традиционное. Кроме отчетов, общественники здесь говорят о проблемах и обмениваются опытом, а также строят планы на будущее. В следующем году конкурс стартап будет также пролонгирован, он будет реализован. Нам бы хотелось, чтобы это было отдельно в каждом районе, общий, областной. И отдельно было в сегментах студенты колледжа, студенты-школьники, студенты высших учебных заведений. И отдельно для категории НПО молодежь. Тогда у нас и финалистов будет больше, и, соответственно, мы на этих проектах покажем, что с небольшими деньгами, в сумме 200 тысяч тенге, 300 тысяч тенге, проекты можно реализовать. И можно становиться на ноги, зарабатывать, работать и заниматься производством. На общественных слушаниях подводят итоги и конкурса среди НПО. Топ-10 лучших общественных организаций обновляются ежегодно. Победители награждают оргтехникой. На этот раз они получили ноутбуки. Артем Грапов и Сергей Тарстенберг. Кустанай. Хабар. 24. Это пока все новости. Далее эфир продолжит программа «Дневная смена». Останьтесь с нами.